например сейчас мы продолжим проходить медведицу пройдем по парку я должен увидеть что ты там должен увидеть у него противогаз лучше чем у нас ли что я не понимаю что он хочет увидеть демон креветка хорошо нам они не враги да и мы им тоже хорошо просто бежим это что здесь происходит кто вы просто убегаем от них ай блять тут бежать это необходимость да беги что блять вот звук от пышки был медвежата и сама медведица ебать конечно весело вот все блять есть кроме аптечки сад теперь мне известно все все стало на свое место то что я видел до сих пор было лишь приготовлениями настоящий удар будет нанесен в последний момент когда никто не будет его ждать корбут говорил о том что захватит метро бескровно он действительно может это сделать последняя кровь которую ему придется пролить кровь бойцов ордена защищающие д6 красные застанут их врасплох ведь в момент нападения москвин будет подписывать мирный договор с мельником и остальными ой аптечки супер она защищает детей осторожно ебать копать надо было в гладь пить на блять это мой килл бережет спину там она беззащитна да блять блять бежим блять бежим не 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 вот здесь минка есть у нас в смысле не надо фильтр поменять и на блять уйди блять какой тут медведь противный она делает кувырок все супер после боя защит медведь от стражи отличная дошивка ебать а медведь от стражи не хватит защитить так это наш черный шмонает артем скорей сюда о наши серьезно и хан здесь так стоп заметочку заметочку а потом у корбота в руках окажется оружие которое он мог бы уничтожить все человечество если бы человечество не было уничтожено до него красной линии достанутся заваленные трупами станции и она станет владычей всего метро если сумеет одержать вирус под контролем он ведь тоже может мутировать еще больше нельзя терять ни минуты я должен успеть успеть эту мирную конференцию а кто это с тобой неужели а это кто кто сюда ребенка без противогаза что за да это он это он омельник дитя нового мира черный нет не стреляйте полковник тогда держите его подальше а то я за себя не ручаюсь этот зеленый а этот желтый скажи ему что я не опасен он приспосабливается к людям Артем можно с ним пообщаться откуда он знает что с ним можно общаться просто возьмите это дитя за руку ну уж нет к тому же сомневаюсь что от него будет долг но вы действуете только живее пока я не передумал и не пристрелил его да я молюсь сектор B4 ты можешь считать мысли простым прикосновением с ним не так мы можем говорить на расстоянии он особенный его усыновили давно так вот почему ты особенный Артем это они изменили тебя чтобы понять нас что за этой дверью ты не слышишь тебя звали я слышу открой погоди-ка где-то я это же одни из закрытых ворот D6 кодовый замок что там внутри мои мои они там они спят да это же это же смотри они в спячке он не один я должен их разбудить им пора жить хорошо сейчас туда если сможем откроем тебе дверь там смерть рядом вокруг но я должен иначе останусь один навсегда помоги нам и мы поможем тебе я сделаю что надо я должен их разбудить что-то придумаем пожалуй мухи сонные а что на сторону добудил от экрана зачем мухи сонные полковник полковник откройте нам ворота в конце линии D6 на ботанический сад у вас есть код все коды D6 у меня есть но обещать ничего не могу придется тогда он выручит нас в полисе значит берите его с собой и по дороге все расскажете если убедите меня открою за мной он не единственный не последний я понимаю его восторга его желание как можно быстрее добраться до своих освободить ох я сейчас в финале пиздюлей буду огребаться на хардскоре да сейчас будут желание желание огребать октябрьской мы узнали от хана и заявили протест москвину но тот ничего и не отрицал мол счастью рядом с октябрьской проходили учения к санитарной ротой и пойдя на жертвы вспыхнувшую эпидемию удалось заглушить зародыш а иначе она охватила бы все метро что на это скат да так бы я поступил но ведь агент красный похитил контейнер с вирусом из D6 перед эпидемией на октябрьской кроме артема живых свидетелей нет никто поверит ведь D6 в наших руках а если это мы выпустили вирусом красные атаковали ганзу мы можем заставить поздравить признать ничего мы не можем мы не армия у нас на все метро 100 бойцов не наберется да москвин готовился к войне но после предложения полиса разделе имущества D6 он может искренне хотеть мира и мы обязаны добиться подписания договора москвин какая разница чего он хочет он марионетка корбута пока москвин говорит D6 окружает спецназ корбута этот договор вы скрепите своей кровью а что есть идеи получше притащили сюда эту обезьяну что теперь разговор окончен следую в зал совета за мной полковник полковник разрешите доложить отставить всем силам орденов D6 полная боевая готовность корней пусть приступает в курсе хорошо я вижу заметочку так полис я спрашивал малша как получилось что он выжил как ему удалось уцелеть уцелеть в огненном аду теперь я знаю когда ракеты уничтожили город черных его там просто не было черные мы спрашивали себя как получилось что разумная жизнь появилась так стремительно почему нам потребовалось миллионы лет эволюции а черные появились ситанные годы ответ был просто там мы люди дали им жизнь они возникли из нас мой отчим был прав они следующая ступень эволюции следующие за нами мы их отцы они наши дети мы создали столько видов оружия чтобы уничтожить себя и одно из них породило их они не такие как мы то что убивает нас делает их сильнее мы оставили им раз разоренные отравленные миры но они научились в нем жить черные существуют поглощая радиацию родившись они не сразу появляются на свет они существуют во сне продолжая расти набираться знаний от тех кто вышел до них то что мы уничтожаем было их домом но ясли в которых спали их дети находились под землей рядом с ботаническим садом рядом с телебашней в бункере под заданием телецентра телецентра которые были связаны с Д6 но после падения ракеты входы в ясли были завалены те черные которым пора было проснуться остались внутри вместо них очнулся он детеныш малыш очнулся разбушенный взрывом и последним криком своей матери не знающий что произошло ничего не знающий о мире не готовый к жизни он пытался найти своих родителей и не мог потому что те немногие кто выжил продолжали спать их время проснуться настало и прошло еще чуть-чуть и они обречены умереть от голода так никогда и не открыв глаза уж не знаю как хан сумел убедить мельника что но тот был образцом выдержки и ни разу не потянулся к оружию когда увидел черного а дальше дальнейшие события шокировали меня еще больше чем план корбутов Д6 есть черный хан предположил что они были созданы людьми незадолго до войны зачем как солдаты не блестящие не боящиеся радиации и не требующие голосовых приказов возможно но потом бог видимо решил дать им душу только бы пронесло эльдорадо серьезно здесь орех так я знаю что делаю просто поверь хоть раз кто вы такой охрана выведите его отсюда рейджеры отставить артем малыш ваш выход рода он «все» 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 он рейджерам не не «все» «все» товарищ москвин вы должны меня поддержать иначе могут всплыть некоторые неудобные подробности смерти вашего брата ваш брат говорил о необходимости устранить исходящую от вас угрозу что какую угрозу мы же братья он думает что вы завидуете ему и боится за свою власть с ума сошел совсем уже но сейчас я ему все выскажу боюсь словами удар уже не отвести нужно его упредить давайте сюда ну выпьем выпьем едино не чеш что смотришь так на меня глазами своими честными мыслитель кто хотел меня убрать тебя сдал а теперь меня за яйца держит ага прости прости меня андрюша нет мне прощения а ты все равно что это что было я я вслух так значит и мне что-то подсыпали как брата да отравил своего но горбот я идиот думал он спасти меня хотел а он так власть взял за горло меня взял и сейчас д6 штурмует а там вирус этот если он этот вирус захватит конец но вы же руководите то есть отзовите войска или хотя вы задержите выиграйте время здесь все ясно скорее на вокзал д6 мы не отдадим за мной а а нам броню дали наконец-то нормальную экипировку а а а маленький черный а ну точно уже в д6 пойдет перед нами аня раненая если вы проиграете то будет плохо для всех тогда я попрошу их помочь у нас встречают он сделал что мог я не могу его за это судить остатки человечества добивают друг друга в последней схватке я надеюсь он сумел простить нас за то что мы сделали с его братьями и сестрами с его матерью и отцом интересно такое есть вообще в жизни биологическое живое оружие во за ме . и как-то все грустно печально какой-то финал прям печальненький начался ну что ж началось наступает с трех направлений бойцы ребята десятерых неправда до метка так а и будет еще вторая заметка будем хоть и мы должны остановить коробу то не дать ему захватить до 6 иначе все лишнее что мы перенесли после войны все трудности что мы преодолели в выживая все эти годы все жертвы все это было напрасно неужели весна наконец рассыпившая многолетний лед тоже напрасно манила на своей надеждой вырваться из подземелья к солнцу не ужели ее просто никому будет встретить не верю пока до 6 в руках ордена пока дальше хоть один из нас есть надежда мы остановим коробу то любой целью ради всего метро ради долгожданной весны ради нашего будущего блядь давайте я вот это хочу заменить что здесь вообще есть это что у нас автоматический дробовик да я верил то что дробовик опа на ввс точный и мощный автомат для боя на средней дистанции хорошо я думаю тюнинг здесь бесплатный будет нет слишком сильно так добрый американский складов двойной прицел видения нет вот это значит нам надо да блять установить же ты глушитель лцу поставим нет это заменить на вот это вот тюнинг есть есть у него супер замечательно но тебе сразу позволяет вести руте автоматический огонь повышает при этом расстрельность все супер этому будем заменять ну винтовку я не знаю даже на что он может заменить пусть так и будет винтовкой остается окей блядь у нас же есть снайперка ну ладно если что будем отрабатывать так бабах я понял жёсткий кабум бвс отличная винтовка просто отстреливаем как можно больше блядь у меня есть еще нога блядь у меня есть еще нога блядь нихуя тебе штурм конечно жесткий прям вот что можно что можно это поменять снайперку а где то есть ладно это прям срано еще использовать а вот теперь я думаю самое то блять а как его взорвать-то ебать ебать колыхать а какого взорвать-то все увидел нормально неплохо но все я не надо чем этого то пусть бегут внимание сержант доложить обстановку серьезно мы просто отбились вот заметка так теперь я знаю в д6 нет залежи их продуктов не медикаментов медик не хотел говорить нам этого он скрывал все новые и новые комнаты надеются найти там что-то что обещал нам наш шанс на спасение и находил только контейнеры с вирусами с бактериями со спорами предки оставили нам в наследие грандиозный склад запрещенных боеприпасов больше ничего мы открыли ящик пандора и корбут знал об этом но ему и не нужно были не лекарства не продовольствия сытыми людьми правило справить сложнее сытые требуют больше мы открыли ящик пандоры нам и запечатывать его обратно или умереть 7 уху ебать прям тир охуенно заебить хороший тир но как бы патрон хватило бы ебать пушечное мясо реально прям жесть ебать он охуел прям вылез в наглую палец прям штурмовать решил я смотрю пацан ага для таких порядок не бывает я понял а ебать 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 Нормально. Докидали гранатами. Еще серьезно? Ага. Ну и что, какая концовка будет? Хорошая, плохая? Ставим ставки, пишем комментарии. Итак, ставки. Хорошая концовка или плохая? Занять помещение. Перекрыть входы. Осторожно. А, вот когда ему ногу отрезало. Одну или две? Прямо к серксам себя ощущаю. А это кто говорит? Какая непростительная трата человеческого материала. И ради чего? Глупое упрямство. Ебать, он без ноги теперь. Ну да ладно. Революция все спишет. О, кого я вижу. Целый полковник-мельник. Простите, почти цены. Артем, время пришло. А тут кто у нас? А-а-а-а, прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? И? О, хорошая концовка. Блядь, как красиво это выглядит, однако. Артем, уже не нужно. Сохранить до 6, получили. До чивочку. Какая красота. Ульман погиб. Как и большинство спартанцев. Блядь, жалко Ульмана. Ульман выжил, и теперь возрождает охрану полиса с кресла каталки. Но не совсем. Ахан просто исчез. Как-то он сказал мне, а что если этот маленький черный, последний из ангелов, посланных, чтобы нас спасти? То, что черный вернулся и привел с собой своих, может, это и есть помилование? Мне, ордену, и всем нам, забившимся в метро. Луч надежды в нашем беспросветном царстве. Мы уйдем, Артем. Так будет лучше всем. Но наступит день, и мы вернемся. Я уже тоже буду большой. Прощай, друг. Интересно, когда он вернется? Черный ушли. Но я знаю, что мы обязательно встретимся еще. Быть может, они действительно были посланы, чтобы нас спасти. Может быть, мы заслужили прощение. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тяжелая пехота Тяжелая пехота Башня Поля боя Павел, Хан, Анна Ну, на этом все Субтитры сделал DimaTorzok